Добрый день, с вами Коробкова Наталья, психолог и специалист по психосоматике. Ко мне пришло сообщение, сейчас я вам его зачитаю, и сегодняшнее видео будет как раз отвечать на это сообщение. Здравствуйте, Наталья. Какой возможный тип людей снимает фильмы ужасов, пытки и убийства людей? Мне кажется, психопаты. И кто и зачем смотрит? Я, например, не могу смотреть такие фильмы, и если увижу какие-то сцены, и тем более целый фильм, то отхожу несколько дней от неприятного чувства. Итак, отвечаю на этот вопрос. Сегодняшнее видео называется «Что за люди, режиссеры, снимающие фильмы ужасов?» либо такую чернуху, то, что называется. Эти две категории, они у меня разные. То есть чернуха – это когда вот про убийство, расчленёнку, пытки и так далее. То есть всё, что делают именно сами люди. Где-то там либо на войне, либо это преступление, либо какая-то жесть в семье. То есть это вот у меня будет чернуха. А есть фильм ужасов. Это может быть фантастический фильм ужасов, это может быть какие-то спецэффекты, например, как у Хичкока, когда это всякий Альфер Хичкок снимал птицы, у него есть фильмы, психо, ну и ещё разные такие типа детективов. Вот. Либо… Ну вот я, правда, не знаю, к чему отнести фильмы Тарантино, но это, да, это тоже всё-таки ближе к чернухе, конечно, Тарантино, то, что там про людей, там нет фантастики. Вот, да, есть фильм там «Чужой», «Чужой 2», не знаю, есть ли «Чужой 3». То есть это тоже фантастический фильм ужасов, где там какая-то слюна течёт, какие-то клыки вылезают, какие-то страсти-мордасти, но всё это такое какого-то инопланетного происхождения. Вот. То есть вот «Чернуха» и просто фильм ужасов, такой фантастический, это для меня две разные вещи. Но я поговорю сегодня и про то, и про то. Значит, да, какие режиссёры, что это за люди, которые снимают именно, и больше всего любят снимать именно такие сюжеты. Также, кто любит смотреть фильмы ужасов, как «Чернуху», так и просто фантастику ужасную. И кто не может смотреть, кто не любит смотреть. Об этом поговорим. Ну что ж, давайте, вот знаете, я когда готовилась к этой теме, я поняла, что легче сказать, кто не может смотреть эти фильмы, вот кто не любит. Так же, как вот моей клиентке, которая написала мне это сообщение, вот она говорит, что «несколько дней отхожу от неприятного чувства». Вот мне легче сказать про этих людей, потому что, как ни странно, большинство любят смотреть фильмы ужасов. Если не «Чернуху», так вот какую-то фантастику. Ну тоже, где кровь брызжет, какие-то кишки лезут и всё такое. Кто-то в кого-то что-то вонзает, такие вот всякие вещи. И таких людей больше, чем тех, кто не может смотреть. Поэтому, ну смотрите, кто любит больше всего смотреть фильмы ужасов и «Чернуху»? Это люди, ну прежде всего, со сниженной эмпатией, со сниженной чувственностью. Такие немного эмоционально холодные, которые не чувствуют чувства ярко. У них все чувства как бы притуплены, они как будто бы немного заморожены. Это первое. Да, туда можно отнести и психопатов, можно отнести и людей с нарциссическим расстройством. То есть вот такого вот плана можно, ну и социопатов туда можно отнести. Но это не обязательно, что люди это вот с такими диагнозами. Нет, это могут быть просто эмоционально холодные люди, но они не психопаты. И когда эти люди смотрят такие фильмы, они через вот эту всю «Чернуху» получают более яркие эмоции. Потому что их собственные эмоции, они как будто бы или заморожены, или дремлют, или они неразвиты. И они, знаете, такие толстокожие люди. И вот они это смотрят, вот так смотрят, и вот хоть чего-то у них там какая-то эмоция внутри немножко начинает чуть ярче проявляться. А есть те, которые вообще смотрят и продолжают ничего не чувствовать. А есть, естественно, мазохисты или садисты, которые тоже любят смотреть такие фильмы. Это тоже ближе к нарциссизму и психопатии. Но бывает, что просто такие, как сказать, БДСМщики в эмоциональном плане. То есть причем там как мазохисты могут смотреть такие фильмы, так и садисты. И тогда даже сцены насилия или еще что-то будут у мазохистов вызывать, знаете, такое чувство тревоги, может быть, даже какой-то тоски и боли. Но при этом там может быть еще и чувство все равно какого-то странного адреналинового, может быть, даже иногда сексуального возбуждения, если есть такая фиксация. Люди с садистическим наклоном, они будут смотреть это, получая удовольствие, как бы у них злость на первом месте. То есть вот как будто они такие мстители внутри, и им это будет нравиться, что кому-то делают больно. Вот. Значит, еще одна категория людей – это люди, у которых повышенная злость, ярость, гнев. Причем это могут быть как и жертвы насилия в прошлом, да, там либо в семье, либо среди одноклассников, там будет среди социума, еще что-то. То есть люди травмированные, но ведь травмированные люди, они там по-разному все равно реагируют. У них разная предрасположенность у каждого человека к разному характеру. Ну, в общем, как-то я запутанно сказала, но вы понимаете. То есть, например, есть человек, которого травмировали, да, было какое-то насилие над ним, или какое-то преступление, тирания какая-то, но он злой, он разозлился на это, он не смог ответить, но он вышел из этой ситуации со злостью, и он эту злость потом выплескивает на других, и может сам быть таким вот садистом, скрытым или открытым. А бывает в прошлом жертва преступлений, но это жертва с эмпатией, жертва, которая, значит, ее реакцией не является злость на то, что с ней сделали, а там может быть обида, боль, печаль и какие-то вот такие вот чувства. И это вот тут разные. В данном случае идет речь о жертве, которая вышла из своей травмы со злостью, и тогда есть желание мести внутри. Еще одна категория людей, которые любят смотреть фильмы ужасов, как ни странно, это люди трусливые, которые в реальной жизни боятся очень много, там, ну, просто испытывают тревогу, стеснение, всякие страхи, они не очень социализированы, причем это могут быть интроверты, потому что я читала, например, много статей, когда к этой теме готовилась, и написано, что вот фильмы ужасов любят смотреть экстраверты, которые общительные, которые могут собрать компанию друзей, смотреть вместе с ними эти ужасы и делиться вот этими впечатлениями и эмоциями, а интроверты, мол, им не свойственно смотреть. Вот ничего подобного. Я знаю людей-интровертов, которые любят фильмы ужасов, но при этом сами в жизни они достаточно трусливые, с кучей страхов, фобий и все такое. Но что внутри такого человека есть? Внутри человека есть такое, что смотря фильмы ужасов, запуская вот этот адреналин, это чувство страха, увеличивая его в теле и в душе, им тогда, у них тревога в жизни чуть-чуть спадает. То есть нагнетая здесь, они же понимают, что это они просто смотрят телевизор, и тогда, о, ну это у них там, у меня-то еще все более-менее. Вот они насмотрелись, наадреналинились, потом вышли в реальный социум, и им там полегче. Не так страшно, понимаете, да? То есть накал эмоций здесь превышал, и тогда здесь он занижается в реальной жизни. Вот такое вот я знаю. Так, значит, что еще? Да, также туда относятся люди, которым скучно в реальной жизни, которые сами не умеют организовать свою жизнь так, чтобы им было весело, разнообразно, интересно, чтобы были эмоции. То есть им скучно и пресновато. Может быть, они в таком месте живут, в каком-то городке, может быть, маленьком еще где-то, но вот где нет этой движухи, нет этих эмоций. И тогда через такие фильмы люди получают просто от скуки, их смотрят, чтобы получить дополнительные эмоции. Но все равно, все равно, там должна быть внутри человека, должно быть такое вот свойство, желание вот все равно к этому адреналину, желание вот щекотать свои нервы. Вот. Так, смотрим, что еще. Ну и в большинстве своем, конечно, фильмы ужасов любят мужчины, это больше свойственно их психике, женщины в меньшей степени. Но, тем не менее, все равно достаточно много и девочек, и девушек, и женщин, которые любят фильмы ужасов. Но мужчин больше. Итак, я уже сказала, и интроверты, и экстраверты. Да, и еще вот те люди, которые любят смотреть ужасы, это люди в душе дети, они немножко дети. И они смотрят это из детского состояния, типа, как интересно, из детского. Они, если бы они это смотрели взрослыми глазами, и как бы тогда они чуть серьезнее бы относились к тому, что там показывают на экране, им бы было не так весело. Понимаете, не так задорно. Потому что, ну, ничего задорного там не показывают, а они это... Вот это детское состояние, такие немножко дети. Вот. Если мы берем людей, которые не любят фильмы ужасов, я к ним тоже отношусь. Я человек, к которому терпеть не могу фильмы ужасов, я их не смотрю. А тем более чернуху, это вообще не мое. Потому что все это мне портит настроение. И у меня тоже, так же, как и у девушки, которая мне написала, очень-очень неприятное послевкусие, я тоже несколько дней отхожу, а иногда еще и могу несколько месяцев периодически вспоминать какую-то эту чернуху, меня вот так будет передергивать, я буду думать, господи, зачем я это посмотрела? Вот зачем мне это говно? Я извиняюсь. Ну, вот так вот я мыслю. Потому что мне это никак не добавляет удовольствия в жизни. Ни через адреналин, ни через какой-то повышенный страх, ни через что. По всей видимости, у меня хватает моих ярких эмоций в жизни. И мне вот это... У меня нет никакой приснятины, чтобы мне хотелось смотреть этот там леденящий ужас. И плюс я отношусь к человеку с повышенной эмпатией. То есть у меня повышенная эмпатия. Я человек чувствительный, достаточно тонкий. Ну, поэтому и работаю психологом, и поэтому тонко чувствую других людей. И я очень, понимаете, как очень близко к сердцу воспринимаю всякого рода вот эти пытки, издевательства, значит, одного человека над другим, ну и так далее. Там, в общем, любой буллинг и всё остальное. Я вообще вот на это смотрю, на всю эту жестокость и просто вот ужасаюсь. Думаю, боже, какой кошмар, вот какой кошмар. Вот кроме этой мысли у меня и сочувствия ко всем этим людям ничего не возникает. Понимаете, радости внутри у меня от этого, ну, никакой нет. Вот, поэтому, значит, какие люди не любят смотреть фильм ужасов? Люди высокочувствительные. Причём я к ним не отношусь. Я просто чувствительный человек, тонкий. Но я не высокочувствительный. Высокочувствительным людям есть даже прям такое понятие ВЧЛ. Высокочувствительные люди, которые очень ярко чувствуют другого человека, ярко слышат всё, всё видят, всё ощущают на каких-то тонких уровнях. Вот, этим людям вообще очень непросто живётся в мире. Они часто интроверты, потому что они не могут так много находиться в социуме, так близко к людям и к их эмоциям, потому что там вплоть до того, что можно с ума сойти. Так всё они близко к сердцу воспринимают. Вот, и даже я видела в Ютьюбе есть ролики прям отдельно про ВЧЛ. Вот, эти люди вообще не с ума сойдут, если будут смотреть фильм ужасов. То им только спокойная музыка, спокойный сюжет, про любовь, цветочки, всё хорошо, и тогда им в нервной системе будет нормально. Вот, дальше, значит, да, я уже сказала, люди с повышенной эмпатией, как я, ранимые, тонкие, и также жертвы, тоже травматики, жертвы каких-то преступлений, какой-то тирании ранее. Но те жертвы, которые с эмпатией, которые вышли из этого травматического опыта, ранимые, понимаете, такие... То есть у них нету злости, или злость есть, но она где-то очень далеко, они сами по себе не злобные люди. То есть злость у них снижена. И тогда эти люди при просмотре этих фильмов, естественно, они будут проживать некую ретравматизацию, проходить. Ну, собственно говоря, вот. И если мы говорим о режиссёрах, которые снимают, понимаете, там 20-30 лет своей карьеры, посвящают снятию вот таких фильмов, что это за люди? Как правило, это мужчины. Я не знаю, есть ли женщины, кстати. Есть ли женщина-режиссёр, которая снимала фильмы ужасов и чернуху? Если есть, напишите в комментарии. Я просто эту тему не развивала, может быть, она и есть, но я такой женщины не знаю. Это, как правило, мужчины. Повторюсь, они мужчины, они по природе по своей, они чуть более чёрствые, чуть более жёсткие, и они биологически заточены на то, чтобы воевать, завоёвывать своё место под солнцем, защищать свою семью, себя, ещё как-то там сражаться друг с другом. То есть это уже такая генетически всё заложено. И поэтому у них больше этой жёсткости. Значит, это мужчины. Второе. Это тоже мужчины такие толстокожие, жестковатые, могут быть эмоционально холодные, а могут быть такие адреналинщики. Либо люди, которые немножко относятся с... Такие тоже нарциссичные, чуть-чуть психопатичные. В общем-то, давайте уж так вот будем сразу говорить, чтобы было понятно. Тогда им это делать несложно. Понимаете, они снимают и спят спокойно. То есть неплохо им от этих фильмов. Может быть, даже хорошо. Потому что они реализовывают через эти сценарии и проигрывают часть своей жизни, часть своей злости накопленной. Они как бы через это свою злость ещё в мир выпускают. И свои какие-то травмы таким образом, может быть, детские, тоже проживают. Только через эмоцию, повторюсь, злости. Также это люди, режиссёры, которые... Сейчас скажу. Которые так жили. У которых была либо семья такая, либо мир такой, в котором они жили, родственников, знакомых. Которые... Ну, где была вот эта чернуха? Где были какие-то побои? Где кто-то кого-то бил? Кто-то... Или просто какое-то эмоциональное было насилие? Или какой-то трэш был? Или ещё что-то? Или буллинг? И вот человек... У него выработался к этому определённый иммунитет. Он всю жизнь жил и видел вот эту чернуху. И ему показывать это, снимать это и воспроизводить на свет несложно. Он как будто бы воспроизводит свои картинки. То, что он видел. То, что он видел у соседей, в жизни соседей. Ещё где-то у знакомых где-то что-то по телевизору видел. И его фокус внимания всё время был вот на этой чернухе, то, что я называю. Поэтому он её и показывает. Он говорит, вот она жизнь. Да, для него это именно вот такая жизнь. Он её так видел. Он только это видел. У него хорошего было очень мало. И он и показывает, как бы, правда жизни. Ну, вот как Балабанов, например, режиссёр. То есть вот он... Мне кажется, что он такое видел в своём детстве. Плюс ещё не забывайте, что есть ещё генетическая память. Какие истории были в роду? Как жили предки? Что, как? Вот эти вот сценарии. Особенно там ближайшие пять поколений. Да, на нас сильно влияет. И это ещё и оттуда могут быть какие-то сценарии. Человек вытаскивает из головы вот эти вот семейные сценарии. И их в фильме показывает. Туда направлен их фокус внимания. Но всё равно эти режиссёры, они разные. Ну, например, вот Сергей Балабанов, он такой вот... Вот, например, есть фильм «Груз-200». И мне все говорят, снимите разбор, значит, вот этого вот жёсткого фильма «Груз-200». Сразу скажу, я разбор этого фильма делать не буду, потому что я даже смотреть этот фильм не буду. Мне было достаточно прочитать в Википедии сюжет, и я уже поняла, что мне вот это вообще неинтересно. Ну, обычная чернуха, криминал. Причём там основанный на реальных событиях, как написано. Я понимаю, что да, такое в жизни может быть. Наш мир, в нём есть и чёрное, и белое. Но мне не хочется концентрироваться на чёрном, потому что мне это отвратительно и неприятно. И если я туда буду концентрироваться, это чёрное белее не станет. А мне будет только хуже от этого эмоционально. И как будто, может быть, даже я начну это притягивать, если я буду туда фокус внимания отправлять. Я не готова на это сделать что-то с этим. Я не могу. Всегда в мире было чёрное и белое. И поэтому я просто туда не хочу лезть, смотреть. Я хочу фокусироваться на хорошем и притягивать свою жизнь хорошую. То есть мне хочется свою жизнь прожить насколько можно гармоничнее и счастливее. Поэтому я не буду смотреть этот фильм и делать его разбор. Но раз человек снял вот такую чернуху, у него на душе так же черно. Вот и всё. Человек находится на самом деле в такой вот скрытой депрессии. Либо открытой депрессии. Но мы все знаем, что Балабанов пил очень много, а в конце жизни особенно. И, в общем, по-моему, от этого и умер. Но и всё равно там ещё есть уровень определённой злости внутри и определённой такой эмоциональной подавленности. Конечно, это тоже всё есть. Если этого не будет, просто не будет такие фильмы снимать. Если взять Тарантино. Тарантин, вот у него эта кровь хлещет, по всем стенам хлещет. Там, значит, что-то вот такое вот. Все такие-то грубые, все матерятся. Всё там наркота, пистолеты, два ствола и так далее. Ну, то есть такой вот сюжет. О, это, конечно, немножко похоже, с одной стороны, какое-то приключенческое, криминально-приключенческое. С другой стороны, там достаточно много тоже чернухи. Ну, как мне кажется, Тарантино, он, с одной стороны, но он эмоционально холодный, такой, в то же время, такой чуть-чуть весёлый, но, знаете, весёлый человек, весёлому рознь. Он всё-таки такой... Я вот не знаю, кстати, нарцисс он или нет, но мне кажется, он адреналинщик и такой задорный, такой хулиган. Вот, слово вспомню. В общем, такой хулиган. И там, конечно, больше такого внутри него, знаете, нарушения, нарушения правил, чем их соблюдение. Вот такой он, адреналинщик, хулиган. Если взять, например, Альфред Хичкок, который снимал тоже фильм «Ужас», у него, мне кажется, больше какая-то сюжетная линия, спецэффекты, как это вот так круто снять, чтобы поразить зрителя. Плюс, по моему мнению, Хичкок, он был нарциссичен, горделив, он любил стебаться над людьми, он иногда так достаточно жёстко стебался над ними и вводил их в такие сильные негативные переживания, но это выглядело как шутка. Знаете, такой человек с чёрным юмором. То есть это тоже говорит о том, что не самый добрый в душе человек, раз ему хочется вот это вот так вот подковырнуть человека и вызвать в нём неоднозначные эмоции. И так далее. В общем, этих, в принципе, режиссёров много. Сейчас вот я вспоминаю, как этот у нас ещё один режиссёр-то. Поланский, да? Роман Поланский, по-моему. У него тоже много таких вот фильмов. Он такой злобненький. Скорее всего, он был жертвой определённой, то есть его гнобили в детстве. У меня есть такое подозрение. Но он такой злобненький. И он какой-то как волчонок такой вот вышел. И теперь ему хочется тоже вот такую вот чернуху вокруг себя сеять. То есть он такой недобрый. Ну вот, собственно говоря, и всё. То есть всё очень просто. Если вот прям совсем резюмировать, то снимают эти фильмы люди, которые внутри такие чуть-чуть злобные. А может быть и не чуть-чуть. Или жажда мести какая-то у них есть, претензии к людям. Соответственно, тот, кто полон доброты, любви и эмпатии, они снимают добрые фильмы про любовь, про природу, про всё прекрасное. То есть как бы всё просто. Вот так. Всё просто и в то же время, видите, неоднозначно. То есть повторюсь, что фильм ужасов многие очень люди любят. И гораздо больше, чем тех, кто не любит. То есть много у нас в обществе адреналинщиков. И фильм ужасов любит и невротики, и травматики, и психотики, и кто угодно. Вот разные-разные типажи. Там, я говорю, там больше надо смотреть в то, что есть ли внутри человека такая вот злобность или нет. У меня вот в принципе со злостью всё в порядке. Я умею злиться. Даже как бы иногда я бываю такой, мне кажется, чересчур гневливой. Я даже заработала со своим гневом. Но тем не менее, понимаете, мой гнев, он про другое. У меня всё равно, у меня нет вот этой жестокости внутри. То есть наоборот, я человек добрый. У меня нет жестокости. Вот знаете, в чём разница, я поняла. Вот бывает конструктивная злость, да, или гнев как защита себя и своей территории. А бывает вот жестокость. И вот когда внутри есть какая-то жестокость, вот желание всё-таки кому-то плоховато сделать, эмоционально или физически, ну вот, причём это может быть скрыто внутри, но оно есть, да, может быть явно, может быть скрыто. Тогда вот, тогда эти люди любят смотреть эти фильмы и любят их снимать. Ну что ж, всего вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok